всем привет увидел я на facebook страничках что многие жалуются не могут сделать люли кебаб по причине того что фарш слетает шампуров во время жарки я люли кебаб никогда раньше не делал и решил попробовать настолько ли плохо обстоят дела и вот покопавшись в интернете под насобирав рецепты я решил сделать люли кебаб из индейки и курочки и так нарезаем одну куриную грудку потом нарезаем 200 грамм жира лучше иметь курдючный жирно так у меня его нету я взял просто свиной жир за этим идет бедро индейки я его нарежу на кубики чтобы потом было легко перемалывать на мясорубке вот мы нарезали все наше мяско и перемалываем его на 5 миллиметровой решетке все вместе с мясом после того как мясо перемололось я положила в морозильник на минут 30 сейчас перейдем к тому что нам нужно из специй это я взял одну чайную ложку сухого базилика одну чайную ложку кориандра одну чайную ложку черного молотого перца полторы чайной ложки паприки я взял копченую паприку 200 грамм молотого сыра тут три вида сыра вместе смешано а также 15 грамм соли у меня красная соль гималайская а также взял свежую зелень которая у меня была дома петрушка укроп еще взял одну чайную ложку приправа афганской шишке баб кроме того я взял 200 грамм шампиньонов грибов и одну большую луковицу вот эти ингредиентами мы и будем сегодня пользоваться и так нарезаем лук затем мы его мелко шинкуем его лучше шинковать чем перегонять через мясорубку потому что через мясорубку будет слишком выдавать много жидкости а нам это не нужно после лука мы перемалываем наши грибочки и мелко нарезаем нашу всю зелень после того как наш фарш состоялся в холодильнике мы будем его смешивать со всеми нашими специями кстати я вам не сказал я еще туда добавил вот такой вот сироп гранатовый где-то одну столовую ложку и добавляем все наши специи один за другим после того как мы перемешали наше мясо наш фарш со всеми специями на последнем этапе мы вводим лук и наши грибы на маленьких оборотах медленно это все очень нежно перемешиваем всего несколько секунд потом мы добавляем сыр и опять же еще несколько секунд перемешиваем вот наш фарш готов мы теперь добавим нашу зелень нашу афганскую приправу я чуть не забыл и опять же несколько секунд и мы готовы вот наш фарш я его сейчас вот так вот он выглядит он прилипает к рукам говорят что если он так прилипает к рукам он будет хорошо держаться на шампурах вот так наш фарш выглядит вблизи довольно красиво и мы помещаем наш фарш опять в морозилку на 30 минут ну и вот друзья первая порция пошла гриль не обращайте внимание на остальное мясо и шашлык это просто я готовился к партии это нужно было все приготовлено для гостей наш эксперимент продолжается вот наша первая партия люли кебабов и надо сказать что первая партия у меня началась поддать с шампуров и мне пришлось переложить все срочно на решетку чтобы не потерять мясо совсем это произошло на 2 люли кебаб из 3 и и и и и и и и два следующих были более удачны посмотрим как поведут себя остальные и вот друзья следующая партия аж целых шесть штук я поставил через пять минут открыл свой гриль и что вы думали они все выглядят просто шикарно и ни один из них не начал спадать шампуров для себя я сделал такой вывод что виноват в моих первых в том что спадали 1 виноват не фарш а температура моего гриля когда вы жарите люли кебаб нужно чтоб температура угли были достаточно жаркими чтобы они сразу же схватывали верхнюю поверхность вашего люли кебаба когда верхняя поверхность покрывается корочка быстро и он схватывается вот эта верхняя корочка кругом держит ваш фарш на шампурах так что я сделал такой вывод что фарш она может быть конечно и важно насколько он эластичный и упругий насколько он хорошо держится на шампурах но большую роль играет я думаю главное температура ваших углей температура вашего гриля пробуйте дерзайте если есть какие-то комментарии пожалуйста пишите